Здравствуйте вам! Буквально только что закончилась трансляция геймплея Death Stranding с Tokyo Game Show 2019. И у меня как бы сразу вопрос такой, почему сразу нельзя было это показать? Ну то есть поднять вот этот хайп на игре роликами можно было, конечно, но это родило больше не желание игру купить, да, а вопросов, что с игрой не так. Теперь, в принципе, после вот этого геймплейной демонстрации, которую Кодзима призывал всем его фанатам, тем людям, которые хотят разбираться сами в играх, не смотреть и познать все самому. И вот теперь как бы у меня такой вопрос, блин, братан, Кодзима, почему ты думаешь, что ты создаешь новый жанр? То есть, знаете, как бы Death Stranding это симулятор, нет, это не симулятор ходьбы, это гениальный симулятор ходьбы. Ну то есть, по сути, да, вот то, что мы видели в геймплене демонстрации Gamescom, оно так и будет. То есть, у тебя есть различные точки на карте, ты должен от одной к другой прийти, соответственно, связать весь мир и по сюжету игры ты должен создать хиральную сеть, которая должна покрыть всю Америку и, соответственно, воссоздать Великую Америку. Ну, видимо, это после Трампа там произошло, вот это вот все, да. И ты работаешь за курьера Сэма, ты ходишь от одной точки к другой, у тебя есть ребенок на привязи, здесь Биби, который обладает какими-то сверхъестественными возможностями и так далее. Ну, это все неважно, это все сюжетные, как бы, там, привбахи и прочее. И в целом-то, да, ты идешь от одной точки до другой, но у тебя, оказывается, есть здесь и средства передвижения, и возможные стычки с врагами, которые ты можешь, как бы, ну, произвести, можешь не произвести, можешь убежать, можешь всех положить и так далее. И, что самое главное, эта игра, оказывается, ну, видимо, вот именно из этого элемента, да, она социальная. То есть, Кодзима решил сделать социальный симулятор ходьбы. Вот только он забыл то, что есть уже симулятор ходьбы, симулятор свиданий и другие возможные жанры в Dark Souls. Ну, то есть, надеюсь, он, как бы, не только смотрит Т-34, как он говорит об этом в Инстаграмах, Твиттерах или где он там об этом говорит, да, но еще играет в игры своих соотечественников, потому что Хидетака Миядзаки, вот эту вот социальную херню, да, ввел в игры давным-давно. И поэтому Dark Souls и чем-то и стал более-менее сверхъестественным в игровом мире. И люди, которые сейчас говорят, что, мол, Метроид Ваня обычная, да, более-менее сложная, это, мать его, Dark Souls. Просто не знаю, что такое Метроид Ваня, потому что именно Dark Souls, вот, популяризировал, можно сказать, жанр экшен-адвенчуры, да, сложная экшен-адвенчура. Хотя Dark Souls не очень сложная игра. Как раз-таки из-за своего социального кооперативного элемента, из-за вот этих вот возможностей составлять сообщения и прочее. Тут есть то же самое. Ты можешь помечать различные предметы, различные точки, оставлять различные припасы. Как то, например, ты можешь положить для того, чтобы пройти какую-то реку, да, лестницу, оставить ее там и каким-то образом пометить ее. И она покажется игрокам, и она будет для них доступна для того, чтобы они прошли через реку. Соответственно, насколько я понял, трансляция была на японской, понятно, Tokyo Game Show, но все эти лайки и прочее, это будет валюта. То есть ты можешь получать лайки, каким-то образом зарабатывая их за доставку товаров и так далее. И также их тратить на то, чтобы выдавать кому-то лайки. Как это будет работать, ХЗ, ну, Кодзима что-нибудь придумает, там, то, что у тебя, если мало лайков, ты получишь плохую, там, какую-нибудь концовку, либо другую, или на тебя будут много нападать, неважно. Ну, то есть, по сути, ты можешь никому не выдавать лайки и каким-то образом, ну, за счет других жить, да. А можешь, как бы, выдавать всем лайки и быть щедром. Я думаю, что Кодзима это все обыграет и, скорее всего, ну, это вроде как очевидно, то есть жадный ты и не жадный. Но, в целом, да, это ЧСВ Кодзимы за Увер, Овер, Овер, Овер зашкаливает, Увер зашкаливает. Короче говоря, вот показали геймплей демонстрацию на 49 минут и там было следующее. То есть, Сэм, главный герой, просыпается на базе, получает задание, может взять различные припасы с собой, всяческие ботинки, которые изнашиваются, потом разложить груз как он захочет, положить его куда захочет и, соответственно, выполняет задание, потому что у него есть задание перейти из точки А до точки Б. Есть карты, по которым можно отметить, куда идти, различные загогулины поставить. В процессе показали то, что есть мотоциклы, которые оставил, опять же, игрок какой-то. А второе, есть различные базы врагов, которые, видимо, ну, кто-то там, какие-то, ну, может, военные, хз, у которых можно угнать тачку. И в процессе показали то, что сон помогает восстановить силы, это то, что еще и до кучи это сохранение. Ты можешь оставлять различные пометки другим игрокам и, соответственно, получает за это лайки. Ну, то есть, короче говоря, большая, здесь огромная карта есть. Естественно, она, нам показали деймплейную демонстрацию на 49 минут 3-4 локации, которые более-менее разнообразно выглядят. Но я не уверен, что они все будут так выглядеть. И, видимо, она вся усеяна какими-то открытиями, которые ты можешь просто поделиться с другими игроками. Естественно, через полгода эти открытия и прочее, ну, станут просто бесполезными, потому что их тупо все откроют. И посему игра будет, ну, наверное, интересной для первого знакомства в первые полгода. Только я не понял, как это работает. То есть все вот эти открытия, они будут показываться только, как бы, из списка твоего, из твоего списка друзей. Или они будут показываться, если ты, ну, играешь в онлайн определенное время, и будут показываться пометки только тех врагов, которые, врагов, игроков, которые присутствуют в данный момент онлайн. Ну, то есть, как это будет работать? То есть, в Dark Souls работает, ну, кто онлайн есть, от них пометки и указываются, да? Ну, и какие-то особо популярные. Ну, может быть, оно так же здесь и будет сделано. Если будет точно так же сделано, ну, Кодзима, ты реально, как бы, взял и скопировал идею Миядзаки. Затем, показали битву с боссом, какая-то непонятная волосатая ебака, которую, я не знаю, видел везде, не знаю, похоже на какого-то босса из Байонета, по-моему. Ну, короче говоря, какая-то невнятная херня, медленно бегает, никакой сложности для уничтожения не представляет. Ну, я, по крайней мере, потому что увидел, я не понял. И где-то на поле боя ты можешь запросить помощь, и тебе какой-то игрок, который, видимо, тут был, может выдавать припасы. И, видимо, это какие-то, ну, пометки можно оставить на поле битвы с боссом, чтобы тебе выдавали различные припасы для чего-то. Всякие хилки и прочее. Видимо, через два дня, после этого дня, покажут ещё одну локацию, которая будет проходить, ну, там, где-то в за огромном мире, когда ты подыхаешь, пытаешься откуда-то выбраться. Ну, о чём уже было сказано, да? Так что, в целом, демонстрация была более расширенной демонстрацией того, что показали на Gamescom. Ну, на Gamescom реально показали парашу. После этого ты сидишь и думаешь, что за херню ты сделал? Ну, и сейчас я тоже думаю, что за херню сделал? Ну, то есть, по сути, да, это симулятор ходьбы, и нам показали по демонстрации, что, в принципе, пока ты ходишь, тебе будет чем заняться, в принципе. Ты идёшь от точки А до точки Б, как бы, ну, не знаю, там, в реальном времени всё это происходит или нет. Но на геймплей, на демонстрации, ну, на реальном времени, будут ли там какие-то перемотки или нет, ну, видимо, нет. Потому что на геймплей, на демонстрации, это, видимо, были склейки, и там показывают то, что из одного места другой переносится. Вот это я тоже не понял, но, скорее всего, таких склеек не будет. Ты доходишь до одной базы, тебе там дают информацию, потом двигаешь другую базу до следующего города и так далее. Ну, то есть, из различной точки, на которых ты можешь что-то сделать, какую-то информацию, видимо, получить и так далее. И тогда у тебя будет открыто на карте множество различных пометок, которые оставили другие игроки. Ну, в целом, как бы, это, знаете, такой вот симулятор изучения открытого мира. И понимаете, вот, пусть, да, я до сих пор скептически отношусь к этому всему, я до сих пор не уверен, что в это всё будет интересно играть, потому что даже по показанной демонстрации, это 49-минутный, я не увидел ничего интересного. Ну, то есть, да, как бы, ну, вроде посмотреть интересно, да, и вот увидеть, как это всё открывается и так далее интересно, но будет ли тебе интересно этим заниматься часов в 25? Я не уверен, это очень похоже на очень муторную игру. Знаете, если бы взять и с Кариму убрать все возможности квиктревела, вот, вот, примерно вот это для меня, это всё, да. Ну, то есть, да, есть какие-то точки на карте, которые интересно исследовать, но ты, вот, допустим, ходишь, 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 открываешь для себя их, и чё? А если ты играешь онлайн, так этого ничего у тебя не будет вообще. Ну, то есть, по идее, в игру надо обязательно играть онлайн. Ну, либо там будет какая-то иллюзия того, что есть люди в этом мире. Может быть, ещё как-то вот эти вот все социально-кооперативные элементы будут переплетаться, но я не вижу возможности, чтобы они здесь как-то, ну, ещё, может, было куда-то это встроить. Так что, в целом, вот, я увидел то, что, в принципе, и ожидал увидеть после геймскомовой конференции. Но, да, ну, то есть, расширенную геймплейную демонстрацию с всякими боссами, с техникой и так далее. Ну, то есть, понятно то, что Кодзима, там, учитывая то, что он когда-то придумал коробку, в которой может скрываться, может придумывать всякую херню, но, в целом, как это будет интересно играть? Я не знаю, потому что, в целом, вот эта вот херня, с тем, что ты идёшь от точки А до точки Б, собираешь по пути ресурсы, нападаешь на какие-то базы, забираешь у них ресурсы, и расхерачиваешь эти базы, защищаешь, база напомнила, Metal Gear Solid V, точнее, или как он там его называет. И, судя по всему, Death Stranding, это и будет вот этот Metal Gear Solid V. То есть, даже в демонстрации показали вот эти вот непонятные чёрные херни, витающие в воздухе, да, на которые реагирует вот эта вот херня, которая висит на плече, которая, оказывается, отросток Биби, который в этот времён, который, которого носит главный герой. Их, оказывается, можно связать при помощи балы, и они не будут на тебя реагировать. Только я не понял, что там было дальше в геймплейной демонстрации, потому что почему-то главный герой пошёл вперёд, и восходила какая-то нечисть под земли и перенесла его к боссу, опять же, который был не очень сложным, ну, как мне показалось по геймплею, потому что, ну, хз. Но, в целом, как бы, да, муторно, не знаю, насколько это будет интересно и так далее. Это будет, ну, знаете, понимаете, да, и вот по сравнению с другими симуляторами ходьбы, с другими играми, которые, ну, играми Ubisoft, да, которые вот основаны на том, что есть большой открытый мир, в котором, как бы, есть множество точек, которые можно забрать и, следовательно, закрыть карту на 100%. По крайней мере, Death Stranding смотрится многообещающе, в том плане, что посредине вот этого скучного геймплея однообразного, да, ну, потому что он выглядит реально однообразно, будут катсцены. То есть Metal Gear Solid V, в принципе, этим держал. Катсценами, развитием сюжета и так далее, различными записями и прочим. А в целом, как бы, Metal Gear Solid V, он был достаточно однообразным, скучным продуктом, который, в принципе, может зайти некоторым людям, которым нравится зачищать карты, блокпосты и прочее. Но если посмотреть объективно, адекватно на пятый Metal Gear Solid, то игра, если честно, звезд с неба не хватала, и, может быть, была бы лучше, если бы она развелась бы, ну, в третьем акте. Но в целом, она была крайне однообразной и не очень интересной. Так же выглядит и Death Stranding, но здесь, считайте, даже... Я думаю, лично я считаю, элемент хардкорности убран, ну, просто потому что недавно ассистент, ассистент Хидео Кадзи, может быть, главный ассистент, я не помню, какой ассистент, сказала то, что она пусть и вообще практически не играет в игры, ассистент геймдизайнера не играет в игры. Это первым для меня было шокирующим впечатлением от того, что она сказала. И она прошла игру на очень легком за месяц. Она не сказала, за сколько часов в день она играла, какой это был билд и так далее, просто ли она бегала, либо она шла по сюжету, непонятно. Но она сказала то, что это одна из лучших игр и Кадзимы. Короче, если честно, то по всем роликам, которые я увидел, это, знаете, такой претензион или как это называется, не знаю, не важно. В общем, у Кадзимы очень сильные претензии на то, чтобы быть великим творцом. Но на деле получается за какая-то сумбурная херня. Ну, то есть ты смотришь на ролики, допустим, первые, да? Ты смотришь на геймплей текущий, и они вообще никак не коррелируют. Ну, то есть тебе показывают мрачнятину какую-то, да, загадочность, да? А в итоге по геймплею ты грёбаный доставщик. Доставщик пиццы и бляха-муха в Бутово. Ну, потому что в Бутово ты реально идёшь, там тоже какая-то херня висит в воду, какие-то черти. Вот всё, блин, серьёзно. То есть Кадзима взял и захерачил симулятор ходьбы в Бутово. Ну, то есть симулятор курьера в Бутово. Охренеть просто. Delivery Club охеревает. Или Яндекс.Еда. Уже были те картинки, знаете, мемасные, где Яндекс.Еда, там, ну, то есть добавляли на скриншоты сундуки Яндекс.Еды саму Бриджесу. Короче, к чему это я? Я так вот, если честно, и не понял, зачем Кадзима вот эти вот все загадочные трейлеры пихал, показывал трейлеры, когда нужно было показывать геймплей или хоть как-то на что-то намекнуть. Но, судя по всему, Сони там остались недовольны. Нет, скорее всего, Кадзима бы, если бы ему дали полную волю, да, он, скорее всего, никому бы геймплей не показал до релиза. Ну, то есть, вот я бы на его месте так бы и сделал, да. Но, судя по всему, Сони там оказались недовольны тем, что он сделал, да. Может быть люди были недовольны в соцсетях Поэтому это была реакция На, ответная реакция на то Что произошло после демонстрации На Gamescom Потому что там реально была херня какая-то Я после той демонстрации нахер бы игру не купил Сейчас мне хоть небольшая вера есть Я все равно, еще раз повторяю Не уверен, что эта игра хорошая Все равно я по-прежнему Испытываю Великие сомнения По поводу того, будет ли она играбельной И смогу ли я ее допройти, допустим, до конца Если даже начну Но сейчас, по крайней мере, у меня хоть что-то Вот знаете, вот есть какая-то Какая-то надежда на то, что я могу быть неправ То есть, если я вот раньше был прям уверен Что ну нахер эту херню Будет какой-то, ну такая же Может быть провал То сейчас я вот могу сказать, что провалом Эта игра не будет Но я не могу сказать, будет ли она интересной Да? Потому что очень сильно Показана геймплейная демонстрация Напомнила мне Metal Gear Solid V То есть, да, там тоже было Множество возможностей Множество всяческих Внимания к деталям Большая карта Потом Прочее, прочее, прочее Да, не будем говорить То есть, там, радио Ну, то есть Множество второстепенных фишек Да, которые нахрен тебе не залились Но в целом Призваны сделать геймплей Более-менее разнообразным Но В целом-то игра была Ну, как бы, скажем Не очень впечатляющая В плане Суммарного разнообразия Вот я не вижу Такого же суммарного разнообразия В Death Stranding Ну, если, естественно Люди, которые нравятся Все собирать Там, не знаю Открывать карту 100% Какие-то медитативные игры И прочее Такие муторные долги Да? Скорее всего Этому будут рады Но, как бы Люди, которые просто хотят Играть в интересные игры Я не уверен Честно, не уверен То есть Я это говорю Как человек Который прошел Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 4 И даже четвертую часть Считает хорошие Да? Видел Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 2 Считает Metal Gear Solid 1 Одной из наших Одной из самых лучших Игр созданных Вообще Да? Я утверждаю Что Metal Gear Solid 2 Был неинтересной парашей Вот Я готов это сказать И вот эти вот все Социальные элементы Которые здесь введены Они, если честно Вот по мне Они уступают Dark Souls И тем более Уступают той же Dragon's Dogme Dragon's Dogme Если что, кто-то не знает Dragon's Dogme Это RPG В который ты можешь Сделать своего компаньона Пешку, да? И этой пешкой Поделиться с другими игроками То есть игроки Могут поставить список пешек, да? Как-то отфильтровать их Выбрать твою пешку И она со всем экипом Со всем левелом Пойдет туда В итоге Тианан может прийти Прийти назад с кем-то лутом Она может помочь кому-то еще И может даже Не помню Она не может прокачиваться Но все равно То есть этот элемент Как бы уже был У Capcom Да? У Capcom был И был у Miyazaki У FromSoftware Чем пытаются удивить Кодзима здесь Тем, что Здесь будут различные лайки Предметы То есть Показывать где Что, какие предметы На карте есть Блин, братан Есть ММО Как бы Там люди просто Делятся с тобой Информацией Так что Что он пытался создать Почему он думает Что он делает Новый жанр Яхазе Ну то есть Это, знаете Такой Экшн-адвенчур С социальными элементами Все Здесь нет Нового жанра Не верьте этому Но После Презентации На Tokyo Game Show 2019 По крайней мере Теперь Можно игру купить То есть Если раньше Мне особо не хотелось Да То теперь В принципе Я готов Я готов В день Лиза В первый час Лиза Засесть И херачить Марафонить Ее На стриме Куда я кстати Приглашаю Когда игра выйдет Раньше я думал Как бы Ну нахер Может пропустить А теперь Ну теперь надо Надо бы поиграть Чтобы посмотреть Что это такое Может быть Абсолютно Нахрен Неправ Крайне Вообще Охренеть Неправ Нас опять Кодзин Запутал Показал демплей На демонстрацию Игра будет Совсем другой Но что-то Я в это Не особо верю Если честно Да Так что Вот Спасибо за внимание Death Stranding Вот такой вот он Демплей На демонстрацию Я же не буду вам Показывать Потому что Там заклеймят Или еще Что-нибудь Но в целом Как бы Имхо Играть В это можно И К чему Этот ролик Да Запилил К тому Что Геймплейная Демонстрация На токе В гейме Шоу Породила У меня Надежду То что В эту игру Можно будет Играть И то что Она Не провал И почему бы Не сразу Сразу было Так не сделать Хз Спасибо за внимание С вами был Эль Увидимся Как-нибудь Потом Позже В других роликах